Добрый день, дорогие друзья! Сегодня произошло то, что вообще-то должно было бы явиться основанием для немедленного освобождения из-под стражей моего подзащитного Китвашвили Эрика Давидовича. Сегодня как раз вскрылись обстоятельства, которые послужили основанием для его обвинения в организованной преступной группе как организатора. То есть со слов инициатора данной информации получается, что он дал на стадии следствия показания, которые не соответствуют действительности и происходят не от него. В судебном заседании сегодня он дал иные показания, сославшись на то, что сведения об организаторской роли Китвашвили и вообще о какой-либо его причастности к совершению мошенничества, в которых он обвиняется, они полностью надуманы, даже не надуманы, а выдуманы, прикрытием какой-то оперативной информации, про которую тоже никаких сведений нет. Собственно говоря, получается так, что никаких данных о совершении Китвашвили в организованной группе каких-либо преступлений, на момент его задержания и привлечения к ответственности, ни у оперативных сотрудников, ни у следователей не было. Вот сегодня весь процесс трехчасовой судебного следствия в виде допросов двух сотрудников полиции, он состоял в том, что они пытались как-то не то что извернуться, а как-то хотя бы оправдать то, что они оговорили человека, то, что повлекло незаконное привлечение его к ответственности. Личные свидетели устанавливаются, фамилия, имя, отчество, дата и месяц ваших правил. Мазер, например, у нас урочек. Место работы должен все снять? Ну, вы же не золото, сам алиционер должен. Сейчас на пенсию, не работает. Так, хорошо. Нас камер подсудимых, пожалуйста, посмотрите. У нас два подсудимых, еще 10. Так, кто-либо вам известен, а судимые неизвестны. Имеете ли вы основания уже оговорки на судимых? Нет, вы можете. Сейчас участники судебного разбирательства будут задавать вопросы, вы, пожалуйста, стой лицом ко мне. Ну, не включайте. Начинайте допрос в суде. Спасибо. Скажите, пожалуйста, на период 2008-2011 году вы где и кем работаете? Начальник отдела по краженому бону автотранспорта в Европе России. Вы с какой даты работаете? В смысле? На их дождь? Да, на их дождь. С мая... Седьмого года. Понятно. Скажите, пожалуйста, проводили ли вы какие-либо отрасли на расследование мероприятия в машине Петлашвили и Родовского и Политского. Если да, то у вас есть еще, но скажите подробнее. Я помню, мы получили информацию, я получил информацию о том, что это группа, которая занимает страховую мошенничество. Это было связано со страховой компанией и его страхом. Переначально информация была, то есть только имена были, несколько имен, и все. Потом, как обычно, сначала получают информацию, потом проводят само собой антические мероприятия, то есть они могут длиться короткое и длительное время. В принципе, раз что касался пенингового страха, то есть поэтому мы связались с охотой безопасности, когда его страха, и как раз в эти моменты, на самом деле, они подтвердились, то есть были... То есть была информация по выходе информации по 12 автомобилям Мерседеса. По-моему, где-то там Мерседес, 55-ые ссылки или еще там, уже что-то плохо помню. Потом начали что-то там высмотреть, пробивать. Эти автомобили были страхованы здесь, страховой компанией. Но в настоящее время, я помню, какие-то машины ездили в штате Немат, в Калифорнии, в Испанию, в Германии. Эти машины ездили. По-моему, здесь были страхованы двойники, причем страховали, по-моему, фейлик и 2-3 страховые агенты, женщины, девочки, по-моему же. И в девах было интересно, что и номера, когда фотографируются, они были смазаны, то есть их не было видно. А помните фамилии этих девочек? Честно говоря, я уже ей было 8 лет прошло. А помните фамилии, ну, вы меня можете назвать фамилии людей, то есть их страховой компании, которые вы подозревали, предсчастницы? Там был начальник отдела, который занимался деменером, вот этими страховыми. Я уже фамилию не помню, я уже не помню ничего. Я помню, что он сотрудник, также был бывший сотрудник в его работу, СМУР. Вот это я помню. Скажите, пожалуйста, помимо автомобилей, марки, МСД, какие-то еще автомобили попадали в поле ваших целей? Нет, мы занимались, информация пошла, как бы я начал этим заниматься. Ну, в принципе, довольно короткое время. Ну, потом мы начали, ну, вот вывезли фамилию Полюцкого, по-моему. А в связи с чем она вывезла? Какие мероприятия были проведены и что было установлено? Ну, как вывезли Полюцкого? Ну, а эти машины страховые, то есть они же были на них оформлены, на Полюцкого оформлено, на Олефьево, там один из здесь был оформлен, который потом, по-моему, он делал, дошло до сюда. На Луцкого, я потом уже не помню, дошло, не дошло до сюда, потому что уже когда началась реформа в МВД, уже с октября, по-моему, я в 11-м ушел на пенсию. И, получается, в 10-м году уже, в сентябре, уже нам, после работы, возможно, и давали, потому что это реформирование было, какое-то неровное состояние было. То есть, практически, вот этот момент, потом, там же были телефоны записаны, мы, как бы, я помню, слушали сначала Олефи, вот это слушали, Олефи правильно в реформе, да, вот на Афра-Виде вот было, не верен, Олефи, для того. И потом, вот, по-людски, по-людскому, я еще тогда сам занимался, я помню, он общался с кем-то, именно, вот, с его страхом, еще с кем-то, с руководителем. Тот его успокаивал, потому что сумма шла, они вечно сдавали по поводу этих 3-х миллионов, тот ему обещал, получишь 500 тысяч. В больницкий велико. У него был страх, он постоянно боялся, постоянно чего-то там, разговор, кто-то успокаивал, вот этот момент помню. В принципе, и все. И потом мы слушали, по-моему, этого человека, цену его страха, этого руководителя. И вот тогда, вот тогда выскочил, по-моему, телефон, как раз и выскочила информация, по-моему, как раз Игла Шри. Я его сам не знал, не видел, в принципе, нам все надо было. По-моему, там 2-3 разговора даже с ним было, по-моему, с ним. Но нам тогда это неинтересно было, потому что нам нужно было на тот момент набирать именно вот эту базу. Из этих и тех людей, из 12-х, которые страховали эти автомобили. И поэтому тут как-то... — Слава, а вы помните, о чем был разговор? Тоташвили? — Не помню, честно говоря. Честно говоря, не помню. — А как сейчас станет человеком? — Один или два разговора там, и все. И то я не помню, что вы не поймете правильно, столько времени прошло, и потом... А потом мне вообще, как за честно, руководство выпало и сказала тебе, что ты на чем не хотел, и самому нечего заниматься. Я, как бы, съем материал, передал сотрудниками. Я занимаюсь потом этим сотрудником. Само собой, не закладывали мне, конечно. Семья, прячь, но вы поймете правильно, у меня был 15 человек отдел, который занимается. И никакой информации должна была быть по всем сотрудникам, которые занимались заработками. Плюс, одно время еще приходилось исполнять обязанности начальника оперативности. Ну, это самое. Я, как бы, правильный был замначалника СВРБ. И там в штабу еще купили цемточки. — Да это все понятно, да? В нашем уголовном отделе. — Скажите, пожалуйста, вот в ходе, наверное, заседания мероприятий, в том числе прослушивания телефонных переговоров, А фамилия Иродовский вам каким-то образом была и стала известна? — Иродовский? Ну, Иродовский, да, успокоил. Иродовский, да, мы же и просто так у вас фамилия появились. — Ну, вам у нас... — Иродовский, как... — Тогда мы поняли, что Иродовский, Иродовский... Ну, как бы... Вот были 12 человек, у которых машины были оформлены. То есть это вот, как бы, можно сказать, вот, самый лишний, что лифт. А Иродовский какой-то степени, наверное, допустим, что их подбирал или вководил. — Лифт, на который были оформлены немножко? — Да, да. Тогда вот что-то вот такое вот. — Скажите, пожалуйста, а была установлена какая-то связь между... — Ну? — Какая-то связь между лицами? — Ну, был этот лифт установлен, честно говоря, уже это. Наверное, был. — Скажите, пожалуйста, а вы за передвижением этих лиц следили? Ну, в частности, у Заполюбского не приезжал он за территорию АССР? Московского региона. Если да, то куда и все не исчезли? — Нет. Ну, вот, поскать, мы их не достали. — Я не иду. — Следили за передвижением? Может быть, какие-то информации получали о передвижении? — Нет. — Такой информации не будет. — Скажите, пожалуйста, а вам что интересно об автомобиле «Ексус»? — Нет. — У нас только здесь. — Скажите, пожалуйста, какие еще разные мероприятия и близкие отношения этих лиц? — Ну, в принципе, больше никаких. — Угу. — Тогда просто с самого духа собирался и потерял из гории, из таможни. — Угу. — Потом опрашивали... — Ну, по... — Почему я прошу? — Ну, по-первых. — Соседи опрашивали, где он жил по поводу... — Как он приезжал на эту Мерседесу? — То есть... — Тогда следствие уже возбудилось, как бы, и они давали конкретные задачи моим сотрудникам. — Я уже не вырезал эти дела, сейчас так. — Ну, пожалуйста, куда в последующем были направлены все оперативные разработки и прослушивания? Что еще составляли на какую-то работу в ваших действиях? — По-моему, никуда. Если они направляются, только вот, я помню, могли по Алифьеву направляться, потому что я все потерялся тогда. по прослушиванию все, отдался от этого. И все. Я сглавиваю, это тот момент, когда они занимались, только начали заниматься по людскому. И вот именно как раз началось как разводство, как-то реформа началось, и поэтому все думали о том, кто где будет работать. И нам это будет интересно. — Скажите, пожалуйста, известно ли вам? Вот помимо организации «МГА-Страх», какая-то еще страховая организация? Не в отношениях? — Нет, мы только работаем с «МГА-Страхом». С «МГА-Страхом» работают, там даже интервью не давали, по-моему, на каком-то канале там. Я, по-моему, ничего не давал. — Пока нет вопросов. — Я не знаю. — Я не знаю. — Я не знаю. — Наверное, Трамашов, прощит. — Скажите, пожалуйста, вы сообщили только что, в вашей консервации в каждом месте. Это будет важно, не перекал в перекламном переговору, так? Ну, еще какие-то данные, могут выключить? — Какие вы понимаете, улучшить, контролирующие, или вот фотографии? — Ну, поймите правильно. фотография не потому что на тот момент я говорю он не так интересен был нам интересен только те данные само собой информацией то есть если вас правильно понял какой-то криминальной информации разговоры по телефону не следует тогда не очень интересно для вас интересно поэтому и смысл чем как бы некоторые вещи нет нас возможности как если нам на то что интересно сразу ты нет неинтересно договорись они обещают на всеми киту ашвили вы никаких вот мероприятий не проводить у нас вот не рисовать вот эти люди в первую очередь вы сами понимаете в первую очередь нам надо набрать людей которые опросы и показаний может дальше может быть информация появилась на него и конкретная информация на него цикл снижение это вот такой момент скажите на вот источники вашей осведомленности изначально кто был у меня по мере не требует для видео по требованию технически да почему закроем заседание назовешь что не можете сказать не можете сказать ну и вот само собой а тут есть скажите а вот 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 у нас есть люди которые занимаются именно вот эти потом мы пошли в его страх вы бы еще раз уйти дела и вот оттуда началось вот это развивать скажите а вот эти материалы вашего сказать что вы кроме орехи ну я не направлялся потому что я все это обращать я сотрудник вот так что то мы слушали потом материалы материалы изголить сошли что-то с лодки они могли секретить я просто так и они снимались тоже помню они ездили как бы дворник там соседи опрашивали я помню потом вытаскивали сотрудник репетиционной службы который регистрирует машину который не видит и будут по нему какие-то материалы что в детстве наставляет что заводником таможнивать не станет что-нибудь эти машины занимаются а до таможни не добрались потому что уже ага и какие-то мерки был такой преимущество переходные у нас получилось там у идеи это первоначально вот 12 у нас и получилась такая вещь что все 12 потерпевших они проживают компактно в одном регионе в одном районе москвы то есть на стоянии то есть вот этот момент и само собой нам стало интересно работать по ней и когда вот это нашел как мы начали принимать там и по телефону разговоры были мы начали принимать что тут пахнет 210 у нас первоначально была мысль конечно 210 мы так выдохнувлены сначала а потом когда это уже это потом в следствии в СУ как бы ну давайте заниматься по каждому отдельно займемся да тут вроде как составу есть потому что машины скажите пожалуйста было 12 машин или вообще просто брали левую машину ставить почему потому что не подарили вы по этим документам которые заявлялись на этот момент если в калифорнии в неваде мы пробивали германии вы на этот момент эти машины машины не получили поэтому одеты все доферировали так что вот этот самый номер и филипп это вообще не видно было смазано все будет а вот в случае когда реальная машина это как раз были такие случаи были конечно но у вас вот это заработка а в этой заработке я не имею ввиду что вообще только клоны да по документу понятно скажите пожалуйста вот соследовательное место в сосредоточку в сосредоточку только сумму проверяем тогда 20 а мере на плане сейчас 17 Скажите, вот вы опять-таки срываетесь на память, выяснили, что ничего не происходит, не пропустая реальность, не прошло. У вас на стадии предварительного следствия запрашивает? Да, запрашивает. В процессе запроса вы называли, память выяснился, там может. Я просто и говорю по концу. А вы после фиксации следовательных ваших показаний по такому вопросу читали или доверялись? Читали, да. Как были такие же показания? Да, да, да. То, что помни были, то, что я говорю. Вот так же, да. У меня пока вопросов нет, я надеюсь, что огласили. Я пока не ходатайся, но вы не надо разрешить. Пожалуйста, да. Скажите, а вы несколько раз сообщили суду о том, что передали материалы, и тогда перестали заниматься. А можете назвать? Садмите, помните? Да, я сейчас уже напишу. Садмите, снимался мне в реакции. На фамилии в реакции? Муракс в 1, вот сам в 1. 1 он. 2. Муракс в 1. Муракс в 1. Муракс в 1. Садмите, помните? Муракс в 1. Скажите, вы рассказываете о том, что делась в расслуживке? Здесь есть baoихubs, это не все, а Муракс в 1. на тот момент только на одного человека. Куда на Орегию? Только на Орегию, который там у нас есть, там, где-то людей. У ГСУ? У ГСУ. Просто на вопрос по пробу вы не сказали, куда вы бы сказали. Занимался ГСУ я жду. А вот среди 12 автомобилей у вас возникла информация в отношении каких-то комплектов. Среди этих есть женщины. У меня я первый раз, когда ко мне пришли эти селеканалы и всё. Ничего тут не было. Есть вопросы? Я даже не знаю, что спрашиваю. Вы определите, как? В Гаганске есть вопросы? Нет такого вопроса, да? Скажите, пожалуйста, вы скользко упомянули о том, что в ходе оперативных мероприятий слушали телефонных переговоров, которые в том числе и участков к людям туда шли? А второй абонент кто? То есть чьи были? Кто с кем вообще? Я заслушал не его, потому что он там... Ну, по докладам хорошо ваши сотрудники. По-моему, кто-то был... Кто-то такой, кто-то такой повесел. По-моему. Но разговор, как я понял, он просто не отчет. Не отчет. Не отчет. Нет. Нарада Красновцева нас их заинтересовал. То есть мы даже... И... Почему он запомнили? Узнав его телефон, потому что мы даже не включили, что мы его не слушали. Потому что нам интереснее было. Нам интереснее было. Узнав его телефон. Почему запомнили? Почему устанавливали имя? Если не предметный разговор, то вообще. И не относился он... Ну, понимаете, ситуация такая, когда... Ну, в принципе, все телефоны, которые вы, так сказать, его воспомнивали и установали, кому принадлежат. То есть повар, и все. Ну, там большой объем. Объем большой. Да. Младший девушки подбивали. Почему Китуашвили вам запомнил? Почему Китуашвили запомнился? А? То есть он ничем не примечательный. Ведь я на телефонные номера агентов... Китуашвили мне запомнился в меньшем объеме, если честно говорили, все остальные. То есть у нас нету там цель, там... Если там мысли у кого-то возникают, что до этого у нас... Я знал, какие пошли, вот тогда узнав, вот такой, честно говоря, я до этого пошли не смогли. Скажите, пожалуйста, а была вообще установлена вот схема работы? Схема? Да. Как работает работа? Схема нарезы. То есть страховалась машина, то есть страховалась машина, которой на самом деле не было. Заявлялась, как я помню, о утрате ПТС. Потом эти ПТС восстанавливали, по-моему, через таможню. Записывай. Значит, первоначально страховалась машина, которая не существовала, да? Не существовала. Мы для этого делали все документы через страховую... Вот так само, восстанавливали ПТС. Потом... Восстанавливали ПТС там? Через таможню. Потом машина инвестировалась. Машины, которой не было. Потом страховалась. Потом через 3-6 месяцев машина, 10 лет сама, угонялась. Восстанавливалась и главное дело, и... Подожди, сначала страховалась, потом... Угонялась. Нет. Потом, вы говорите, устанавливались... Нет, сначала устанавливались, само собой, а потом страховалась. Угонялась, только поздно сайтами. Так. Потом страховка, потом угон, да? Ну. Так. Удари. Всё. А дальше справка. Идри, идри, иди, иди. Так. А угонял. Соответственно, возбуждение дела. А потом справка и... Удоба у тыпострахового возмещения. а вспомнил у них в карте заделал этот хор возмущение, по-моему, фабилия здесь нет шивая с усов по-моему, у него все было это где? в индустрате в индустрате и усов, да? усов, по-моему, да сейчас начнём а ещё кто вы не можете вспомнить? а вот телефонные переговоры вот с этим лицом были в вашей группе? я не знаю, честно говоря сейчас не могу сказать так, а скажите, пожалуйста вот эти лица пояснили 12 человек по автомобилям Мерседес их телефонные переговоры слушают? последний телефонный переговор не служил как раз в полиции и потом всё прекратится скажите, пожалуйста, а вам точно известно и в такой вопрос я вам задам вот телефонные переговоры в Туашвире они были с агентами страховой компании или с лицами, которые были установлены как собственный китайский концерт сейчас не могу сказать ну я думаю вряд я думаю вряд ли с этими 12 потому что этот разговор был как я понял ни о чём мне доложили типа разговор ни о чём и я как бы уже ну нужно определиться чтобы понять Туашвили разговаривал с представителями страховой компании Туашвили разговаривал с собственниками автомобилей по документарям потому что мы ещё слушали да Туашвили разговаривал там с Балюкским Радовским или Олег как он был собственник вот с кем из указанных категорий был разговор Туашвили не могу потому что так вот спорят потом какой-то разговор были не установлены лица были по именам только то есть мы в суде разрешения получали не установлен лицо по имени такой-то спросьбы потому что даже были из которых мы ещё не знали не установили в принципе вполне а как установили схему нахождения транспортных наследств за границей рассказали что здесь у нас находились по документам автомобили а фактически автомобили находились на территории Соединенных Штатов через инвустраты и инвустраты заниматься а как информацию получили я не спрашиваю они не дали ну а в чем она выйдет устное сообщение нет или документальное глоботкерснение ингостракт как получилось не он не писал ну вы же оперативную да я стоюс понять как вы установили документально о том что транспортный мерседес в 12 случаях которые вы озвучили находились все за территорией России и чем это вообще вы же отработку ингостракт ингостракт не является государственным учредителем нет ни службы безопасности служба безопасности то же самое не является информацией они как-то это подтвердили но чем-то передана была информация от ингостракт а вообще первоначальная информация от ингостракта получилась появилась у сотрудников правоохранительных органов или сначала выявили эту информацию о массовом хищении автомобилей приблизительно в одном районе и стартовании либо из компании ингостракт было обращение правоохранительных органов проверить массовость угона с конкретных территорий на информации на машин застрахованных ингостракт ингостракт информация то есть первично от них а потом уже к ним проехали общаться пожалуйста скажите пожалуйста а вот из того списка который называют то что это петлашвили телефон как бы опорный петлашвили фигурирует в эти звонки в саратовске возможно что у меня был телефонный звонок по-моему нет я не помню что дальше по-моему что у него помню уточнить у нас период когда в Саратовске в Саратовске 10-й год по-моему не 9-й не 8-й я не помню по-моему потому что это был вазима это вазима 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 все что услышали это были события 10-го года это 10-го года вазима это не 8-го и 9-го не помню а когда вообще вы начали улазить с лица Можно конец 9-го, начало 10-го, возможно, потому что было холодно, и вот, смотришь, что там. Повторяю, честно. Я не могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать. Возглашение к закону свидетеля, который был в ходе предоставительного расстреливания, не буду замечать искусственных происходящих. Положение содержится в 8-м дюймах, поделок, учитывающихся в 38-м. Какие были? Какие были? О предъявлении на обозрение такого допроса, может быть, подпись нет в данном следе. Цель проекта? Да. Можете? Хорошо. Здравствуйте. Так, что вы предложили поддерживать? Суд, свящаясь на месте, постановил, подавляясь к уголю дворе в порядке 281 статьи Уголовно-профессионального кодекса огласить показания данной свидетеля Мухамма-Диярова в период предварительного расследования и в дальнейшем предъявить ему для обозрения указанного протокола допроса с целью установления подлинности и наличия отсутствия подписей указанного свидетеля в протоколе допроса. Пожалуйста, внимательно слушайте свидетеля, мы в дальнейшем зададим вам вопросы по этим обстоятельствам, которые рассылались в протоколе. 20 мая 2016 года были допрошены следователем 8 отдела следственной части Уголовно-Российской Москвы в Милюкино с 13.08 до 13.56 проводился допрос в служебном кабинете 417 Уголовно-Российской Москвы. Так, никто более не участвовал, кроме свидетеля и следователя в ходе производства допроса. После разъяснения прав предупреждения уголовно-обедности показал свидетель, что в период с 7 мая 2007 года по 30 ноября 2011 года он занимал должность начальника 3 отдела УРБ номер 9 Департамента Уголовно-Российской ВД России. В период с 2009 по 2011 год им, а также сотрудниками 3 отдела УРБ номер 9 Департамента Уголовно-Российской ВД России, проводился комплекс УРМ, в ходе которого была установлена преступная группа, занимающаяся на территории Московского региона с торговыми мошенничествами, с дорогостоящими автомобилями иностранного производства марки Мерседес Бенсон. В состав преступной группы входило около 15 участников. По оперативной информации, лидером преступной группы и финансовым организатором являлся Китуашвили Эрик Давидович. Вот это поворот! Редактор субтитров А.Семкин